Следуя известной поговорке, именно дороги – одна из извечных российских бед. Но чтобы знаменитая фраза никоим образом не относилась к дорогам Московской области, в регионе делается всё возможное. В 2013 году стартовали сразу несколько новых губернаторских проектов в рамках программы «Наша Подмосковья», за исполнением которых губернатор следит лично. Ведь состояние асфальтового покрытия говорит о качестве центральных трасс, городских дорог и внутриквартальных проездов. Как обстоят дела в городском поселении, видно о выполненных задачах и планах на 2014 год в нашем следующем сюжете. От состояния дорог зависит многое. Доступность медицинских и образовательных услуг, возможность добраться спокойно до работы и, конечно же, настроение всех участников дорожного движения – водителей, пассажиров и пешеходов. А это, в свою очередь, влияет на дорожную ситуацию в целом. Хорошая дорога, всё по-другому стало, всё меняет. Совсем другое настроение. Едет человек, не дёргается, что у него сейчас яма эта будет впереди. Для того, чтобы видновские дороги соответствовали уровню города, который признан одним из самых благоустроенных, ежегодно проделывается немалая работа. Не считая ямочного ремонта, в прошлом году в порядок было приведено 18 тысяч квадратных метров асфальтового полотна. Это примерно 5 километров дорог. Провели долгожданную реконструкцию тоннеля. В этом году тоже предстоит сделать много. Жители сами называют проблемные адреса. В первую очередь, это расторгуевская часть города. Ситуацию возле светофора никак не решают. Я не понимаю, в чём сложность. Там можно строить реверсивное движение, отремонтировать дорогу. Я молчу про вокзальную улицу, но вся тоже такая, с ямами. В общем-то, нуждаются дороги в ремонте. И это нужно делать в кратчайшие сроки. Ужасная куча ям, дырок. Я не знаю, почему это не ремонтируется. Перемещаться по некоторым узким улочкам с односторонним движением сложно. Из-за ям в списке не только рыночный проезд, улица Вокзальная, но и Павловская, Центральная, ряд других улиц. Главная городская трасса Видного проспекта Ленинского комсомола тоже нуждается в ремонте. Для участка дороги от пожарной части до пересечения Заводской улицы характерно наличие выбоин возле ливневок, колодцев и прямо на проезжей части. Не лучшая ситуация и во дворах. Конкретно нашим домом, ПЛК, дом 23, корпус 1 и корпус 2, дороги вообще никакие. Практически их не делают и не собираются делать. Если только чуть засыпят, ну, гравием там или чем-то засыпят, их тут же разбивают, и всё. И дорога дырка на дырке, дырка на дырке. И в новых микрорайонах проблемы старое. Изношенное дорожное полотно, колдобины сейчас скрытые под снегом, узкие проезды, отсутствие парковок. Решить часть задачи автомобильной транспортной сети города поможет созданный в этом году дорожный фонд. Мы уже обговариваем вопрос пополнения этого бюджета за счёт инвестиционных вложений предприятий и организаций. Это коснётся и Белокаменного шоссе, и второй части проспекта Ленинского комсомола, улицы Заводской, и подъезду к тоннелю со стороны ВНИИКОПа. Кроме того, по программе софинансирования из областного бюджета ожидается поступление порядка 16 миллионов рублей. Ещё 24 будет потрачено на ремонт дорожного полотна из городской казны. На эти средства планируется не только обновить асфальтовое покрытие, но и расширить часть дорог.